я вот так решила начинать потому что ненадолго пришел человек без одоброй воли, которого в этой книге не было бы. Все вы знаете как сейчас трудно с этими самыми авторскими правами, с картинками и вот Анатолий Злобовский дал свое согласие совершенно безвозмездно использовать свой фонд, свою коллекцию Вера Песта и это фотография тоже предоставил замечательный коллекционер, эту фотографию предоставил Валерий Рудаков и следующее фотография, которые тоже будут показаны. Поэтому, в общем, таким ижделением людей, которым она не безразлична, Вера Песта, наверное последняя из амазонок русского авангарда, которая была не обниженная, наконец она получила свою книжку. И Анатолий, скажите пожалуйста несколько слов, а потом я вас попущу, раз вы ненадолго. Извините, пожалуйста. Добрый день. Дамы и господа. Веронинский поклон. Собственно говоря, в общем, результат содрожества коллекционера одному сумасшедшего и, ну не сумасшедшего, но и коллекционера искусствоведа. Для меня Вера Песта это была некая, скажем так, миссия, да Вера это тоже миссия, потому что вот это политез одному из моих товарищей. В общем, была, вы, наверное, все знаете, была советская школа коллекционирования, когда люди приходили собирать графику, живописи, книгу, все что угодно. Это были инженеры, врачи, ученые, люди, которые жили, создавали вокруг себя некую параллельную реальность в виде предметов искусства. Или, в общем, мне посчастливилось, вот окунуться в этот мир советского, опять же, коррекционирования, когда на людей вот это вот коррекционирование, это была параллельная реальность, которую они создавали и жили в этой параллельной реальности, ни от кого не зависит. Мой товарищ, мой старший товарищ Александр Заволокин дружил и общался с дочерью Верой Песта и, скажем так, после смерти Веры Песта, она, в общем, дочь, ну, поднеслась ответственно к тому, что осталась после матери. Не каждый ребенок, вот, знаем, сохраняет художественное и любое другое творческое наследие своих родителей. Довольно большая часть была подарена, ну, небольшая, но порядка шесть, в Ярославский музей, он показывает всем пальцы, говорит, что у них самое большое собрание Веры Песта, это 60 работ. Ну, в общем, в моем собрании 250 или 300 работ. Я могу, в общем, просто так. После смерти дочери большая часть наследия досталась Саше Саволокино, моему старшему товарищу, который был большим умницей и, в общем, собирал. Причем это настоящий коллекционер, который собирает, не опираясь на рынок или на то, что вот востребовано рынком, или там, он мог бы собирать Эйвазовских, или там, в общем, родную речь он собирал то, что, это все называется, тайны художников, которые жили свою внутреннюю жизнь. Ну, в общем, я тоже в этой вот стезе, для меня важно открытие художника и сохранение максимального его творчества. В общем, когда Саша Заволокин трагично и неожиданно, в общем, он тут молодой, умный, талантливый, ну, относительно молодой, но для коллекционирования это молодой. Ну, в нашем случае он ушел из жизни, это наследие, оно пошло, вышло на рынок. Ну, я не сразу успел прийти, что называется, чтобы сохранить этот вот массив сразу, но в течение там трех-пяти лет мне удалось собрать практически весь корпус и еще найти какие-то отдельные блоки, которые помимо Саши Заволокина были на рынке. И вот после того, как собрался некий корпус графических в основном работ, в живописи она работала очень мало, вот вы можете почитать книгу и поймете почему, воспоминания. В общем, я пришел, ну, в общем, мы познакомились с Верой, познакомились с замечательным создателем этой площадки, которая тоже вот несет свою миссию. Ну, и так сложилось, что, в общем, три миссионера, они объединили свои усилия. Вначале была выставка, благодаря... И каталог был, да. Да, и каталог, благодаря вот усилиям замечательного человека, искусствоведа и владельца вот этой площадки. И удалось создать это, там, с большими трудами, опять же, благодаря энтузиазму возникла эта книга. В общем, в какой-то степени, вот действительно, ну, это не точка в творчестве Веры Кестра, но какой-то важный, вот важный элемент, действительно, вот окнижена художница, которая была не понята. И, в общем, она была, что называется, вот ее творчество, ее работа, я не знаю, есть это в этой книге или нет, они хранились просто в диване. Да, вот так. Да, и сама художница не показывала эти вещи, потому что то, что вы, вот, увидите, то, что вы видите в книге, в общем, за это можно было вполне наказать, объявить врагом народа, как это делал Адольф Бенедиктович Гитлер. В общем, поэтому она не вступала в Союз художников, она сохранила себя как художник, но потеряла себя как коммерсантом, то есть нищенский образ жизни, и удивительно, что это все сохранилось, но и нашими усилиями. Я, естественно, это было бы смешно, если бы я каких-то денег стал попросить за то, что публикует художника и дарит ему имя. В общем, опять, когда я покупал эти вещи, я не думал о том, что они могут стоить, то есть какие-то, я имею в виду в рынке, могут они каких-то денег стоить или не могут стоить, я до сих пор этого не знаю. Вот, но для меня важно было, да, представить некое явление. Когда я делал ее работы, я сразу вспомнил немцев, немецких художников, которые объявили, да, врагами уничтожали их творчество, и, в общем, для меня выстроилась прямая параллель. А дальше вот, ну, опять же, наши совместные усилия. В большей степени, может быть, я-то, знаете, только был какой-то дурацкий фильм, посвященный Шекспиру, в котором, опять же, у Шекспира есть свой меценант, вот, он говорит, да кто такой, да только деньги, собственно говоря, ну, в моем случае, ну, да, я для себя открою, но я, как этот царь Кощей, вот, открываю для себя художника, впитываю в себя его творчество, создаю, как в советские времена, вокруг себя свой мир и никого туда не пускаю. Ну, вот, некоторые люди умудряются сломать эту скальвуку, вот, вот, и, ну, приходится открываться. Ну, вот, собственно говоря, вот мой политез, опять же, этому дому, теплому, умному и, соответственно, людям, которые создают книги, и которым близко, близко, я, казалось бы, не думал, что я один, ну, в общем, оказывается, что есть еще приятных. Спасибо. Спасибо. А давайте свет не включать, тогда мы откроем. Ну, давайте на нашу красавицу еще посмотрим. Спасибо. Спасибо, Анна. Спасибо, Анна. Спасибо, Анна. Я сейчас, сейчас открою. Вот, это вот с мужем. Я не так и не поняла, с каким ребенком, со старшим Андреем или с младшей Софьей. Вот, это, соответственно, значит, такой рабочий момент. Вот, а это совсем другая история. Это она уже в конце 40-х годов в гиме, в Государственном историческом музее, она преподает детям в художественной студии. Давайте на этом пока остановимся. Мне хочется о ней сказать так много, что я буду говорить, наверное, очень сбивчиво, перескакивать, и, наверное, как-то очень все это будет выглядеть зумбурно, нелогично. Дело в том, что я не искусствовед профессиональный, и всегда это подчеркивала. Я филолог. Филолог я. Не да, филологический, филолог. Я, ну, так получилось случайно, что я стала автором, там, какого-то жуткого количества монографии по истории искусства. Но, поэтому меня называют искусствоведом. Но это ошибка. Я не искусствовед. И, ну, пришлось научиться освоить аппараты, освоить, там, аналитические какие-то приемы и так далее. И вообще все это начать понимать. с другой стороны, биологическое образование дает эти возможности, никаких у меня нет с этим трудностей. Так вот, меня интересует что? Меня интересует тайна личности. Мне больше всего интересно, то есть я понимаю, что когда человек выдает что-то на материале, будь то холст, будь то бумага, или он пишет стихи, когда человек выдает что-то на материале, мы видим и получаем только верхушку айсберга. Вот Кэрол, да, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? Так вот, вот ее рассказали. То, что от нее осталось, гибнет для нас безвозвратно, если мы этого не поймем. То есть если мы не совершим некоторого серьезного усилия, усилия по пониманию, усилия по разгадыванию, то вот мы живем в век информации, мы живем в век информации, мы живем в век... Вот эта информация, в век, в который мы живем, рассосется, исчезнет и никогда, и ничего. Поэтому мне всегда, лично мне всегда было интересно понять, что за вот этой вот поверхностью, покрытой там текстом, изображением или еще чем-то. В случае Веры Пестель, этот ребус разгадывать оказалось совсем интересным. Потому что... Вот надо вдуматься в ее... Вот надо представить себе эту молодую, прекрасную женщину в 1916 году. Когда она уже поучилась у Ларионова. Когда она уже пообщалась с Татлиным. И Татлин ей сказал, мы тебя так высоко подкинем. Когда она уже общается с Малевичем. Когда она... Когда ей остается совсем немного времени до дружбы с Чикрыгином. Имена, которые я называю... Лично меня и мне почему-то кажется, что вас всех повергают в некоторую дрожь. Потому что это имена... Ну, настолько значимы в истории нашего искусства, что куда ехать некуда, понимаете? Это же не имена даже, это же не люди, это линии, которые выстраиваются, да? Это линии, которые выстраиваются на протяжении всего 20 века. За ним цепляется вся история нашего искусства. И она отовсюду уходит. Она уходит от Ларионова. Она уходит от Малевича. Она уходит от Кубизма. Она приходит к Чикрыгину. После гибели Чикрыгина она уходит из его группы. Она никуда не приходит. И она живет... Она не вступает к своим художникам, как уже сказал Анатолий. И она живет своей жизнью. И ищет вот этот свой образ. При этом она вовсе не была тихой троллинкой. В начале этой книжки помещены воспоминания Валерия Кубакова, где написано восхитительный эпизод. Едет троллинг в 30-е годы. Садовое кольцо. По Садовому кольцу едут в троллинг. И люди в троллейбусе. В троллейбусе вдруг раздается звонкий женский голос. Эй, Лёва, смотрите, вот особняк, который большевики отобрали у вашего отца. Надо представить себе этот троллейбус, этого Лёву, понимаете? Который был на минуточку Львов Жегином. Надо себе представить это все. Вообще, что? Это маленькая женщина, которая... Боялась ли она чего-нибудь, вообще говоря. Меня совершенно потрясла история ее двоюродной сцены. Совершенно потрясла эта история. История случилась тоже в 30-е, в 37-е годы. Когда на эту самую сестру подали... А, написали, значит, это... Донос. Но человек, который написал донос, подписался. Знаете, что сделала эта женщина в 3-е годы? Знаете, что она сделала? Она подала заявление в суд на поводу. И выиграла процесс. Это был уникальный случай? Это был уникальный случай. Да. Больше случаев таких не было. Это были уникальные случаи. Ну, единичные. Ну, единичные. Единичные, правда. Вы понимаете, о чем я, да? То есть, это вот, 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 несколько женщин, я сейчас подумала, что я, возможно, сестру с подругой перепутала. Но вы потом прочитаете книжки об этом, извините, как правильно. Вот, да. Знаете, кто? Да, вот, значит, при этом вот эти 3 женщины создали невероятную штуку. Они создали советское и уже теперь российское, российскую, извините, модель студийного преподавания из братьевского искусства детям. А до этого этого нет. А до этого этого нет. Они взяли отовсюду, они взяли идею свободного искусства от Малевича, они взяли, так сказать, они взяли вот так, они от всех взяли по кусочку. Я сюда включила статьи Веры Пестерникова, которые она опубликовала в 20-е годы, вы их потом почитаете и поймете, как много. Там методически, как мы лепим там с детьми и чего-то, да? Но когда вы их почитаете, если вы их почитаете, понимаем, вы поймете, как там много и от Малевича, и от того, и от другого. Самое потрясающее для меня, что моя покойная подруга, знаменитый московский студийный педагог, Инна Смолина Фрейдлина, работала, не зная ничего, интуитивно нашла ту же самую методику, что придумано в Пестере. То есть, вот это, опять же, возвращаясь к этому айзеру, куда есть некоторое внутреннее ощущение личностной свободы, и педагог, обладающий этим чувством внутренней свободы, выходит на эту методику обучения детей. Это потрясающе само по себе, для меня. Я пыталась найти, я пыталась найти ключ. Ключ дала Софья Гестель. Чувство художественного образа всегда очень острое и напряженное. Была основа ее творчества. Воспитание в себе этого чувства она всегда считала основой работы художника над собой. Она всегда говорила, что если очень остро чувствуешь, то значит, сумеешь и изобразить. А без этого тебе не поможет никакая долголетняя учеба в художественном ремеслу. Все равно твои вещи будут мертвыми. Также необходимым для художника она считала страстную настойчивость в изображении этого внутреннего восприятия. С такой ясностью, чтобы оно могло передаться за детей. Вот эти слова, мы сейчас будем смотреть немножко картинки. Картинах немного. Я очень рада, что сегодня мы увидим еще картинки из литературного музея. Вот Лариса Константиновна Алексеевна их покажет. Вот. Когда вам надоест то, что я говорю, вы меня отсюда попросите. Можно не верить его, можно верить его как хотите. Потому что я, тут Вадима нет, обычно меня Вадим затыкает, а тут, в общем, некому меня будет заходить, наверное. Вот. Значит, я подготовила немного картинок, но я прошу вас помнить, да, что вот это не натура как таковая, а вот все, что мы увидим, это изображение ее внутреннего восприятия. То есть она пыталась вытащить то, что она чувствует, облечь это в художественную форму, и подать нам, чтобы мы это уже восприняли и каким-то образом увидели и внутри себя уже как-то это освоили. Вы меня извините, но ровно так работал русский символизм, ровно так работал Брюсов, ровно так работал русский агнеизм, ровно так работал Мандельштадт. То есть, вот это вот вообще в принципе феномен начала 20 века, совершенно потрясающий моделью обнижнение внутреннего. То есть, вот с этим, ну это синкретизм искусств, да, это мы все смешиваем, это у нас театр, литература, жилпись в одном пространстве, все понятно. Но это плюс ко всему еще и потрясающая вот эта динамика вне и внутри, где я сейчас нахожусь. Это потрясающая способность использовать свою личность как ключ или отмычку, или, я не знаю, нож, какой-то режущий инструмент для того, чтобы снять границу между реальством. Параллельно именно в 20-е годы впервые концептуализируется идея о том, что она, что искусство, извините, что искусство – это не отражение действительности, как нас учили в Аристуте, не преображение действительности, как придумали символисты, а это вторая действительность, та идея, которая заложена была еще в Брюсовских работах, и та идея, которую потом развивал Юрий Михайлович Котов. То есть вот использовать себя как некоторую, можно я скажу, вот я поняла, я сейчас подобрала, внутри себя выскочил самый точный образ, консервный нож. Вот вскрыть с собой вот эти реальности, да, вот этот момент, чтобы он перестал вообще каким-то образом быть, вообще присутствует, да, вот эта граница между внешними и функциональными людьми. И сделать это собственной личностью, сделать это самим собой. В общем, я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Вот как она искала этот образ, да, значит, страстная настойчивость в изображении этого внутреннего восприятия, с такой ясностью, что оно могло передаться зрителю. Давайте я сейчас покажу вам. Это работа с обнаженой натурой, это 1910-е годы. Вот это поиск этого образа. Мне кажется, что вообще на обнаженке, на таких штудиях, очень хорошо видно, что художник, вот они тяжелые формы, вот она такая монументальная пластика, вот они такие движения статуарные, скульптурные, вот, вот оно такое все основательное, серьезное, очень конструктивное, вот, с, опять же, попытками передать динамику и смотреть положение. Она тогда пришла к Ларионову, была потрясена, как у него работают в студии. Вот люди берут лист бумаги и работают, 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 что на этом листе остается только дым. От этого, извините, от этого листа остается только дым, да? Вот они работают, стирают, ищут, и она работала, конечно, так же. Вот. Как? Как? Это даже немножко и тяжелые вещи, и даже немножко агрессивные вещи. И такие, конечно, очень... Они монументальные, они очень выразительные, хотя, как же лица, она убирала, видимо, она их специально убирала. А вот уже позже. Вот уже позже. Это уже другая история. Это уже 30-е годы, 20-е, 20-е, 30-е. Это уже совершенно другое. Это уже положение, это уже когда пространство начинает работать, когда воздух облекает тело, вот, когда важно... Хотя здесь тоже монументальная форма, она присутствует, да? То есть, да, мы не надеваемся. И позы серьезные, да, и положение тоже. Но за счет техники, за счет того, что техника другая, другой какой-то уже, ну раз техника другая, взгляд другой, да? Потому что понятно, что художник так просто эту самую технику не выбирает. Постоянно работала... Вот вы увидите это в книге. Я не стала, я решила не мучить вас этим бесконечным вариантом. Значит, это знаменитая работа... Извините, что она с такой вот надписью. Вот, это знаменитая работа, как и Бандура, у нас опубликованы ее фотографии... Так, извините, фотография открытки. Это работа. Значит, если вам когда-нибудь удастся посмотреть книжку о Мазонке Авангарда, ну не вот каталог, а именно книжку, которую выпустил, которую выпустил науку. Там статья о замечательном исследовании Коваленко, где на развороте фотографии Татлина с Бандурой и фотографии вот этой работы. Это эффект... Я думаю, что здесь все смотрели фильм. Сейчас я скажу, чтобы вспомнить момент. Приключение принца Флоризея. Помните этот момент, когда достают вот этот портрет, значит, футуристический портрет этого злодея, да? И, значит, тот, кому предстоит оценить, значит, этот сам, он отшатывается от этого портрета и говорит, о, это же клетчатый, 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 по-моему. Так вот, с этим портретом Татлинским у меня была та же история. Когда я... У меня, к сожалению, нет хорошей... Ну, просто нет, там не видно ничего на 13-й пересъемке. У меня было ощущение, что... Да, этот клетчатый, это Татлинг. Понимаете? То есть, это еще и совершенно потрясающая возможность увидеть... Увидеть... Человека в этом во всем. Не потерять человека в этом во всем. Потому что ведь... Русский футуризм... Русский авант, говорят, вообще человек это терял. У Пестеля этого нет. Это середина десятых. Очень плохо документированный период жизни Веры Пестель. Причем плохо документированный. То есть, не нашла об этом материалов не только я. То, что я не нашла об этом материалов, это ни о чем не говорит. Потому что... Ну, подумаешь, я... Я немного где была, и, в общем, далеко не все видела. Это вообще не... Подумаешь, я не нашла. Дело в том, что я связывалась с сотрудниками Третьяковской галилеи, и они тоже не нашли никаких документов, никаких письменных свидетельств о работе Веры Пестель вот с этими штуками. Что это за штуки? Это эскизы, композиции для художественной артерии Вербовка. Мы знаем про Абранцева, мы знаем про Талашкина, но была еще и Вербовка, которая... Значит, владелица этой артерии имела в виду сделать такой же художественный центр, но уже на материале другом. То есть, если Талашкина и Абранцева, это тоже народное искусство. Понимаете? И здесь тоже была идея с народным искусством. Но там было народное искусство плюс стиль модерн, а здесь народное искусство плюс увангар. Прежде чем показать картинки дальше, я хочу принести еще одну горячую благодарность. Я уже поблагодарила Анатолия Злобовского, он, собственно, перед вами наступал. Я уже поблагодарила Валерия Будакова. Он сейчас, в данный момент, вообще, насколько я знаю, не в России. И вот я должна назвать еще одно имя человека, которому я тоже приношу глубокую благодарность. Это имя Томаса Моношерова, который дал тоже возможность фотографировать принадлежащую ему работу. К моему величайшему сожалению, цветные работы в нашу книжку не вошли. Не вошли они просто по очень горизонической причине. Мы просим одно финансирование, там, две, и другое финансирование. Все. Это не от нас зависит. Я с удовольствием выпустила в альбом. Но вот просто, чтобы понять, что такое. Я понимаю так, поскольку я ничего про это не читала, значит, я могу себе это представить на чем? Я могу себе это представить на сумке. Это вышивки? А? Это были вышивки на сумках, на кушках. Да, 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 да. Вот, я просто, да. На выставках в Париже они были? Да, 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 да. С поплога на... Да, 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 да. Ну, я просто показываю. Я говорю о том, что участие самой Песты в этих недокументировано. Попова документировано. Все остальные, да, они, она не документирована. Кольцо Кубочково. Да, да, да. Они все документированы. А Песты нет. И почему я об этом знаю? Потому что я наводила справки. А в доме остались? Работать может быть какие-то сутки? В доме, в семье ничего? Нет. Видимо, так понимаете, если бы они остались, я думаю, как-то здесь... Ну, то есть... Ну, то есть, если, значит, заволокил все. Но он должен был взять все. Он должен был взять все. Значит, если Злобовский брал заволокил на все, значит, он должен... То есть, нет, ни материала. Причем, ладно, я говорю, ладно, я не нашла, ладно, подумаешь. Но специалисты из третиковки тоже ничего не нашли. Вот. И вот, собственно. И дальше, вот хочу указать, собственно, вот эти два эскиза. Вот так это все выглядело. Должно было быть. Да, вот. Такие очень красивые вещи. Это тоже интернет-дая штука. Но тут есть вот... А, здесь еще хуже видно. Вот тут вот видно, что это все-таки автобус. Что это все-таки она писала. Ну, это совсем уже эскиз. Да, это вот она любила вот это писать. Не надо. Надо, не надо. Это она любила себе вообще такое вот это писать. Вот. У Злобовского есть, вот, как сказать, эскизы к этим эскизам. Я боюсь, что я не помню, на какой у меня странице. Ну, в общем, они в книжке есть. Вот эти композиции, просто чисто карандашные. А я не помню, какая у меня страница. Очень короче говоря. Вы их найдете сами. Сейчас не покладается. Ну, неважно. Вот. В общем, вот такая вот история с этими штуками. Дальше мы видели, мы имели возможность в прошлом году видеть немножко живой пестель, потому что в еврейском музее была выставка, там было две ее работы. Экспровенциальный музей. Вот это была работа. Каталон тоже издали. Все замечательно. Вот это была работа. Эта работа... Эти работы не было. Вот. это замечательная вещь. Это тоже... Это замечательная вещь, по-моему. Это портрет архитектора Баянова, который ее привлек... Ну, просто дал ей заработок, дал ей возможность расписывать стены на вокзалах и так далее. Вот. Ведь она же смыла ему даже на поллица. Она смыла ему почти все лицо. Но видно же все, да? И взгляд, и характер, и человек, и темперамент. Вот, может быть, это ответ на то, как внутреннее восприятие переходит на... Вот это вот тоже такая акварельная работа. Она очень дуреновская, хотя она поздно. Вот. 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 Это уже пошло то, что я в общем-то сумела вытащить из интернета. Но перед этим, перед тем, как показывать вот эти картинки, я бы все-таки сначала попросила бы... Я сейчас справлюсь с этой штукой. Ага, нет. Я только справляюсь с ней. Катя, она не закруется. То есть, не сможете? Ну, я не хотела эту картинку вообще пока-пока-пока-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Спасибо. Спасибо. Я ее буду вернуть, да. Я просто хочу, чтобы Лариса Константиновна... Да, спасибо. Лариса Константиновна, если она не... А. Тихо. Да. Лариса Константиновна... А я с вами с вами умею? Не знаю. Я же, кажется, вам можно... Но я бы, если можно, попросила бы чуть-чуть перегасить здесь. Мне хочется, чтобы вот эту яркость... Цвет сейчас. Сейчас я выключу, только я вам расскажу, когда нажимать. А, или, как-то... Давайте... Вот. Давайте я буду нажимать, что-нибудь говорить, я буду нажимать, а вы... А у нас тут это тоже как-то видят, да? Ну, я как-то так втолкнусь в рассказ веры каким-то своим поздравлением, потому что это надо сделать, потому что книга замечательная, мне нравится, и как она выглядит, и в этот замечательный желтый солнечный свет, и портрет на обложке. И мне кажется, что вся вот эта книга, она прошла и состоялась под знаком веры. Ну, вера как чувство, потому что мы верили в то, что книжка будет. Вы помните, как мы переживали, когда книга никак не могла уйти в типографию перед самым Новым годом. Верили, беспокоились, волновались, и поэтому книжка все-таки ушла и состоялась. И вера как имя, которое объединяет двух наших сегодняшних героинь, потому что я очень люблю и поздравляю Веру, Веру нашу, которая здесь присутствует. Она действительно очень талантливый человек, и поэт, и критик, и с ней мы связаны и дружим давно, еще с времен и работают в нашем литературном музее. Что касается другой Веры, Веры Эфимовны, то с ней у меня свои связи, свои такие тактильные, я бы сказала, контакты, потому что я храню работы Веры Эфимовны Пестель в литературном музее. Историю этих работ мне удалось установить, и об этом, собственно говоря, я в статье здесь написала. А вот судьбу Веры Эфимовны, конечно, она открывается благодаря тому, что эта книга вышла. Поэтому вот это притяжение Веры, оно, мне кажется, не случайно, оно знаково. Вообще, вот все в этом мире имеет свои смыслы и тайны. Поэтому вот по знакам Веры, мне кажется, это как бы книга, очень важно хочется это подчеркнуть. что касается этих работ, которые есть в литературном музее. Ну вот о начале пути Вера сегодня сказала, что это старт художницы где-то в самый вот этот рубеж всех этих катастроф, Первая мировая революция. И, собственно говоря, вот что мне кажется еще важность этой книги и то, что такие имена возвращаются в культуры. Это целое поколение художников со сломанной художественной судьбой вообще-то отчасти, которые заявили себя очень ярко. Потенциал был очень велик. Мы знаем как бы блистательные имена Кончарова, Розенова, Степанова, Попова. Их уже прошли выставки, и они у нас так отложились в голове и в памяти. Но за ними стоит еще целый круг имен и художниц, которые только сейчас входят в это культурное пространство. Они были вынуты отсюда, потому что они как бы опоздали к символистам, и авангард был посечен. Это как бы такой ну срезанный в самом как бы творческом взлете в течение направления. Поэтому то, что они сейчас эти художницы возвращаются, а это и моя любимая Юлия Леонидовна Аболенская, и Надежда Лермонтова, и Магна Нахман, и Раиса Катуща-Борисяк. То есть целая когорта в этом поколении присутствовала очень мощное женское начало. Женщины-художницы, которые практически... вот от них осталось очень немного. Вот ранняя работа, да, а потом дальше они уходят, вот как Вера Пестель, так же, как Юлия Леонидовна, она уходит в преподавание. То есть они свой этот опыт, свой темперамент, свой талант передают другим. Но их поколение учеников тоже не все уцелели. У Юлия Леонидовна сохранилась огромная переписка с учениками, но они почти все погибли на фронтах войны. Поэтому вот трагедия еще и в этом. И я повторяю, то, что вот то немногое, что до них сейчас доходит, и то, что появляется, вот входит заново в наш культурный оборот, представляет нам картину развития искусства совершенно иначе. Мы можем увидеть вот эти те возможности, говорят, что вот, так сказать, ну, о поколении, потерявшем своих поэтов, вот мы можем говорить о поколении, потерявшем своих художников. И это женские имена, что как-то особенно трогательно и важно. Ну, что касается этих вещей, вы видите, так, ну, свет не погасили, они очень яркие, они очень эффектные. Это 40-й, 41-й год. Я не буду подробно говорить, потому что, уверен, вы видите, еще немного содержания. А у меня вот такой короткий сюжет, он здесь описан, вы прочтете. Это в 40-м году было принято решение об организации выставки в десятилетию со дня смерти Маяковского. И художникам, близким к этому кругу, Государственный литературный музей заказывает иллюстрации произведения поэта. Вера Ефимовна, которая дружила с Луом Шехтелем, понятно, Маяковская для нее фигура, ну, вот, как Иларионов, как и Татлин. Ну, я согласна с Верой, что какие крутые имена, но это для нас, они-то современники. Понимаете? Для них это дружеский круг, и они еще не представляют, как велики они будут, ну, это как много значит, они в этом искусстве. Это люди, с которыми они легко общаются. А Шехтель, он автор оформления первой книги Маяковской, автор его первого портрета в этой книге, 13-го века. Поэтому, понятно, этих художников привлекали для того, чтобы они сделали иллюстрации для выставки десятилетия соединенности Маяковского. 40-го год повторения. Время, ну, как вы понимаете, совсем не для авангарда. Наоборот, со всяким формализмом, футуризмом борются изо всех сил. Поэтому это предложение, с одной стороны, то есть заказная работа, это иллюстрации, ну, выставочные, это особенно совершенно жанр. Это не книжная иллюстрация, которая там будет в книге, а это иллюстрация, которая будет на стенах. Ну, те, кто, может быть, имеют к этому отношение, понимают, как важен вот этот иллюстративный, визуальный ряд любой выставки или экспозиции. Это то, что держит стены. Поэтому это вещи немаленькие, хотя и не слишком малейшие. То есть она пишет к стихам Маяковского в этот раздел футуризма. Ну, про эту выставку сразу скажу, она не была открыта, потому что вот весь этот футуризм для поэта, который был, остался лучшим поэтом за что-то временной эпохи, это был как бы не тот период, который следовало подчеркивать. Но, тем не менее, иллюстрации были сделаны по отверстиям, видите, вот там уголкам есть прикручены к стенке. То есть монтаж-то выставки был. То, что ее не открыли, это другой вопрос. Год пытались открыть, но как бы цензура они не прошли. Но посмотрите, какие классные вещи. Для художника, для Юрия Фины, как я понимаю, вот это предложение написать такие вещи, оно было согласным и подвохом одновременно. То есть, ну, про то, что формализм не в числе, они, конечно, знали и понимали, чем это может грозить. С другой стороны, ну, как изобразить Маяковского футуристического периода, если не впасть в этот соблазн вот такой экспрессивной, яркой живописи, которая очень соответствует живописи Маяковского. вот я просто специально подтащила сюда стихи поэта, и вы видите, как здорово она это делает. Вот тот самый буржуа, который узнает вот в этом самом комфорте, с его комфорта, начиная с газетой о том, что происходит на фронтах, вот такая диагональная композиция в верхней части, вот этот ужас войны и комфорт буржуа. Или дальше. Ну, вот эти очень любые вещи, тоже очень экспрессивные. Вот в небольшой работе здесь очень много динамики, очень много энергии. Вы посмотрите, как вообще агрессивно, ярко, эффектно выглядит этот автомобиль с вот такими, ну, просто взрывающими пространство, яркими фарами. Автомобиль подкрасил губы у блеклой женщины карьера, а с пролетавших рвали шубы два огневые фокстерьера. Она замечательно это делает, эти два огневые фокстерьера, которые просто буквально опять вот по диагонали взорвают всю эту картину. Это театр, тринадцатый год. Вот опять это же любимый автомобиль, но только уже в стихах от ранней стихи, опять тоже тринадцатый год, а «Веща города». Здесь все образы, которые есть у Майковского, она вкладывает, переводит на свой художественный пластический язык, тоже очень эффектно. То есть здесь эти вот, как помните, колода карь, зажившиеся окна домов у Майковского, да, и здесь, и здесь она это вносит. Ну, вот, как бы, вот эти иллюстрации, это посты, там те, первые были сделаны на планере, это посты, и тоже очень яркие, эффектные работы. Вот. А это, к трагедии, Ларин Майковский, это эскиз на брусах, здесь вот уход пальцы из города, он сделан, на мой взгляд, попроще, чем следующий. Ну, вот этот, это просто вот второе действие ухода из города, где вот эти, видимо, и были взяты, потому что вот Майковские плащи и в шляпе с чемоданом уходят из города, вот такое одиночество, подчеркивает, это одинокое луна в небе и вот в такой монохроме сделанная иллюстрация. Еще одна. Ну, а это первое действие, когда здесь поэт изображен в виде героев из-за трагедии, тут и старик с духами-кошками, тут женщина со слезой и слезищей. Очень сложные Майковские ранние, потому что иллюстрироваться чрезвычайно непросто, но поскольку они люди одного времени, одного покоения, одной культуры, поэтому для Веры Пистоли это не составляет труда. Она создает образы очень поэтичные, очень эмоциональные и как бы попадающие в этот нерв Майковского, в его совершенно такую ну, скукшипательную поэзию, что ли. Дальше. Ну, а это надоело, оно немножко перекликается к иллюстрации, к трагедии Владимира Майковского и с другой стороны напоминает вот вам по стилистике. Опять эти жующие буржуа и поэт, который как бы уходит от них, уходит в свое политическое пространство. Хотя здесь Майковский уже сражен каким-то более взрослым, что ли, в жизни, поэтому, скажем, на 20-х годах, а не 10-х годах, каким он тогда был. Ну, а еще. Ну, и это последняя работа, это тоже, это не, видимо, предполагалось, что Верфина может сделать тоже такую вот станковую иллюстрацию для выставки. Это, видите, карандаше. Ну, знаменитые стихотворения, которые мы все знаем, хорошее отношение к лошадям. Вот. И оно осталось вот в такой графике. Вот. А те яркие вещи, я очень надеюсь, мы их выставляли однажды на выставке к столетию Майковского в 93-м году. И моя такая большая мечта и надежда, что в будущем году у нас 125 лет великому поэту и будет, наверное, такая же великая, грандиозная выставка, где мы попытаемся собрать все, что относится к авангарду, к Майковскому, к его сарайникам, к его друзьям, в каком-то очень большом пространстве. И я надеюсь, что работы Веры Песта займут в сведении свое достойное место. И вы сумеете увидеть их живьем, уже на стенах, как это было предложено. Ну, а пока я обещаю их пестовать, велить и беречь до этого счастливого момента. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, а я ухожу сейчас туда, откуда я собственно все это плохо. Да. Вот. Ну вот. И Зарис, спасибо большое. Ну, в общем, собственно, собственно, что? Я как-то несколько деморализована этим количеством комплиментов. Вот. Ну, это же просто работа, на самом деле. Это просто работа. Ты же делаешь не потому, что тебя потом похвалит, а за то, потому что тебе просто это интересно. Ты просто работа, в конце концов. Так, сейчас я пытаюсь это сделать обратно в режиме нормально, но, по-моему, у меня не получится. Свет? Нет, не надо мне, Свет, не надо, чтобы это сделать. А, пока сладит. Все, как, простите, мне ясно. Извините. Просто настолько было стыдно, что я уже сообразила. Я толку, честно говоря, не очень знаю. Ой. Пошли к тому. Нет, нет, нет. Надо сделать паузу. Все. Сейчас. Что ж так? Не могу с этим справиться. Сейчас. Можно я могу показывать про сказки? Ну, пусть они не ставятся, а ты рассказывай. Ну, я, ладно, пусть они не ставятся, в конце концов они будут дарить. Собственно, он меня не послушал. Ладно. Я делался так. Хорошо, ладно. Стараю, Антон, он тоже не послушал. В общем, она будет все так по кругу вертеться, и все это будет, вот ее, ее автопортрет, так сказать, замечательный, вот, с прекрасной, с прекрасной пластикой, с прекрасной силой, вот это, вот эти все работы чудесные. Что сказать? Конечно, она придумывает тоже свое пространство. Вот, конечно, это ярославская выставка, вот, в ярославском музее действительно была огромная, огромная выставка. Ну, знаешь, она будет крутиться по кругу, а я буду просто что-то рассказывать еще, что у меня осталось, что у меня осталось еще не сказано. Ну, вот, собственно, двадцатые годы после смерти Чикрыгина, она, во-первых, она потеряла мужа. Мужа она любила страстно, и, потеряв его, она больше уже никогда не выходила замуж, и, насколько я понимаю, уже никаких индивных отношений у нее с мужчинами никакими не было, и не задали вопрос, была ли она все-таки возникла Левожейкина, нет, не была. Но они были очень близкими другими друзьями. Все письма Веры Пестель, которые хранятся в НИОР, в отделе РКБ, они довольно интересны, они очень хорошо показывают ее отношения вообще к принципу. Не ведем, она говорила, что нет никакой дружбы, есть только любовь, ну и, соответственно, в нее все равно любви была стойка, что ей уже не нужны были никакие там замужские и так далее. Потеряв после этого еще и Чикрыгина, она вместе с Жириным покинула бывшее Чикрыгинское объединение, они начали делать что-то свое, в середине 20-х годов у нее была очень удачная выставка в Париже и, кстати говоря, галерист за плату взял и в качестве платы за эту выставку взял именно работу в Пестелье. Ничего еще. Именно работа в Пестелье оттуда не вернулась. Кажется, эта выставка поехала потом еще и в Лондон, но это документировано тоже очень плохо. Кажется, да, а может быть и нет. Потом были годы молчания, были годы преподавания, ну и возвращение через заказные работы, возвращение к живости. Перед войной она потеряла сына. Сын, к сожалению, был осужден по доносу. Даже неизвестен человек в воспоминаниях воспоминаниях Софи Пестель собственно говорится о том, кто этот человек, который он сыграл в гибели Андрея. Ну и все. Дальше была война. И после войны было буквально несколько дней, несколько лет, совсем чуть-чуть, более-менее сытой жизни, потому что она пошла в гимн, она начала там преподавать. Когда эта книжка вышла, я в фейсбуке опубликовала, что вот она вышла. и нашлись люди каким-то образом связанные с ее бывшие ученики или связанные с ее бывшими учениками. Ну вот я, к сожалению, теряла их адрес, она жила только сегодня ночью и написала ему, конечно, могут же прийти люди, которым за 12 часов говорят, что их ждут. Это смешно. Вот. И в общем моя вина, но может быть каким-то образом это все потом будет исправлена. Это моя ошибка. Вот. А дальше прав и все. Но действительно работы, действительно Софья Евгеньевна очень внимательно смотрела за тем, чтобы наследие матери не пропало. она продавала Ярославль, продавала она Ухус, продавала она Третьяковку немножко. В Третьяковке покупали движение самой Веры Песты. Но в общем, в принципе, как бы, я надеюсь на что? Я надеюсь на то, что эта книжка при всем ее полиграфическом несовершенстве все-таки станет некоторым таким стимулом для того, чтобы уже Третьяковка издала хорошую, настоящую книгу с большими цветными иллюстрациями. Теперь об этой книжке. Буквально несколько слов собственно о том, что вы держите в руках. Я очень благодарна еще раз Валерию Дудаку за то, что он дал свой небольшой почек Олег Валерий Песты. Он открывает книгу, затем предисловие Анатолия Злобовского. Вообще, ну, обработать, понимаете, дело в том, что, ну, я пошла в Ниор, я посидела там, я посидела в Галле, получила удовольствие, потом все это как-то склеила. Это, понимаете, это здорово, конечно, но я получала от этой работы столько удовольствия, что потом уже говорить о том, что я что-то хорошее сделала, смешно, потому что я получила свое вознаграждение в виде большого радости. А вот то, что это все сохранить, это все, чтобы это все не пропало, вот это да. Это я считаю, конечно, коллекционеры это люди, безусловно, для меня номер один, наверное, потому что, в конце концов, понимаете, любой человек, при минимуме желаниях, минимуме беременна, может пойти в архив, все это переписать, потом сгруппировать. Единственное, что я, наверное, хорошо сделала, как мне кажется, я достаточно много источников прошерстила и все-таки собрала более-менее цельную биографию Вера Песта. Вот это, мне кажется, сделано достаточно прилично, на достаточно приличном уровне. Дальше здесь следует воспоминание самой Веры. Она, к сожалению, сама понимала, что в юности писала очень хорошо и ярко, потом в одночасье этот дар у нее исчез. воспоминания эти публиковались, и вот они публиковались в отрывках, и коваренты публиковала, потом они публиковались уже в памятнике культуры. Вот, единственное, опять же, что я сделала, я более-менее прилично откомментирую. Да, ничего не нормально. Ну и воспоминания Софьи Пестель, и главное, конечно, что очень ценно, кажется мне, это область, на которую мы внимания обращаем мало, это такая маргинальная для нас, и тем не менее, по-моему, очень важная сторона, это область детского творчества. Вот это ее статьи в опубликованной в журнале в школе это 20-е годы. все абсолютно еще одно великое имя, которое, еще один великий человек, который невероятно приветствовал Веру в Тестере, теперь уже как педагога, это имя Макушинского. Он огромное место в своих статьях вообще, и я тоже здесь републиковала его отзыв о ее работе. вот это бы тоже удалось каким-то образом сюда включить. Что же касается ее неудавшейся судьбы, то да, конечно, безусловно, но есть один нюанс, она была тихая, несмотря на то, что вот она была такая, видимо, взрывная в вечной жизни, такая яркая, она была очень социально тихой. Ее уже в 20-е годы называли тихой амбонгардисткой. И вот это вот удивительное, парадоксальное, чрезвычайное, понимаете, для того, чтобы преподавать, для того, чтобы столько лет преподавать в разных студиях, а уходила она только потому, что она уходила из студии. Уходила она только потому, что от нее начинали требовать методик. Вы там учите детей, вы этому учите детей, она уходила. Она уходила туда, где ей позволяли работать так, как она считала нужным, как она хотела. Для того, чтобы работать с детьми, нужно обладать могучим температом. Могучим температом. Для того, чтобы преподавать, нужно быть очень эмоциональным человеком, но при этом для собственного продвижения она не делала ничего, потому что она работала много, работала мучительно. Она счищала красочный слой. Потом Софья Ефимовна писала, как она пыталась реставрировать эти работы, которые просто от того, что мать к ним так обнебрежно в красочный слой отходил не почему-то, а потому что просто сама автор так с ними обращалась, ни во что их вообще не ставит. Она все время искала вот этого соответствия своего внутреннего с этим внешним, своего внутреннего с этим внешним. И вот мне кажется, что самое главное для нас все-таки понять, как это внутреннее с этим внешним, каким-то образом пересекалось, совпадало, передавалось одно через другое. И вот если мы действительно сумеем это, это, наверное, касается не только ее, это, наверное, касается любого художника, с его уже художниками задачи. Мне кажется, что если мы просто это научаемся делать, то тогда мы обогащаемся, мы обогащаемся, то есть мы даем жизнь тому человеку, который уже ушел, и мы помещаем его в себя, себя в него. И в общем, я думаю, что это и есть вопрос о бессмертии, именно в плане культуры, а не в плане христианского и так далее. Я думаю, что одно с другим, безусловно, соприкасается, но если мы говорим все-таки в светском, в пространстве, то я думаю, что речь идет об этом. Вот этот самый залог бессмертия, это наша сегодняшняя встреча, я счастлива была всем вас видеть. Очень благодарна вам за то, что это те люди, которые уцелели откидывал волонку. Вот, я очень благодарна вам, что вы все пришли, и большое вам спасибо. Спасибо. У меня вот вопрос. А вот ты выбрала портрет дочери, а не автор портрет. Почему? Потому что она тут удивительная. Посмотри, какая она тут. Она же тут удивительная. Так, вот. Вот там и тут. Вот Лариса Константина меня хвалила совершенно зря. Ну, потому что я объяснила, почему зря. Но! Вот никто не может меня похвалить. Это за то... Антон, а вы можете выключить это? Налеку. Спасибо. Вот. За то, что... Я действительно достоинна похвалы. Дело в том, что эту окошку придумала я. Я... Ну так я это знала. Вот. Я попросила у Елены Абаленцевой разрешение. Она мне сказала, ладно, делай. Вот. И как бы вот это я придумала. Вот это вот я покажусь. Вот. Но посмотри, какая она здесь. Какая она здесь удивленная. Какая она здесь распахнутая. Какая она здесь совершенно невероятно открытая. потому что это не молодая женщина. Потому что это мать твоих детей. Потому что это преподаватель. Потому что она уже была вот в этих связях. Вот какая она, какое у нее невероятно детское здесь лицо и выражение. И вот эта полная открытость. С автопортретом очень похожа. Ну, а с автопортретом, автопортретом, извини, пожалуйста, ты сейчас бы уже платила бы. Ну, понятно, но... Так же вы есть тоже такой маленький момент. Нет, я просто не стала. Нет, 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 меня она совершенно... Потом она графично. А мне хотел... Мой близкий друг один сказал, когда я же показала эту книжку. Ну да, здесь у нас, как вы понимаете, кусочек штата. Вот. Мой близкий друг сказал, когда я бы показала. книжку с этой обложкой. Она сказала, что ты делаешь? Что это за гулак вообще? Она что сидела у тебя? Вот. Ну, я не думаю, что это за гулак. Но, конечно, атмосфера времени, атмосферу времени получилась перед нами. Но не обращайте внимания. Нашу продается очень даже... Пусть башня. 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 Башня, да. То, что она оказалась. Все заходят. Да, да, да. Она начинала на башне у... Там, вот, у Рождественского, да, там, где мэтром был Варион. Вот. Там, вот этот дом. На Кузнецком вот с этой башней, да. Это же действительно башня. Вот. Она ушла с этой башни. Потом она ушла с Татковской башней. Потом она ушла с Чикрыдинской башней. Потому что Чикрыдин это тоже башня. Потому что Чикрыдин это все-таки руснука. Вот. И она ушла в этот диван. Я не могла назвать книгу с башней с диваном. Нет. Это было бы слишком, наверное, для русского банга. Вот. Вот. Но, на самом деле, она ушла со всех башней, с которых могла уйти. И показалась тебе она. А потом она оказалась. А, кстати, вот можно еще вспомнить Верину работу. Значит, Ирина Кичанова, «Наверство упущенное». Это тоже открытие имени. И, кстати говоря, иммигрантка. То есть, вы тоже можете сказать. Почему? Но наша потом уехала. Она же писала только, потому что в Париже. Нет. Это вышка с вами. Она вышла. Она вышла. Она вышла. Она вышла. Она вышла. Я так писала. А это твои книжки? Нет. Мои вот две, кому остались такие. Ну, вот, собственно, спасибо вам. Вы, может быть, спросите, что я вам. А я еще? Да, конечно. А сколько? 300 рублей. Вот там две кучки осталось из таких. Спасибо. Я очень рад, что я сегодня здесь у вас присутствую. Неужели вы ученик? Нет. Я не ученик. Я коллекционер. Научный сотрудник советских времен. То есть, вот. И так далее. В общем, это все, что говорилось. сегодня вот такое. Анатолий, да. Все это я. Все это я. Все говорилось про вас. Хорошо. Да. К сожалению, в советские времена, ну, наверное, где их было не так много, я очень много собирал открыток. Вот. Все художники, которых я знал, они у меня все в открытках, которые издавались. Причем не только советские, но и дореволюционные открытки на Арбат ездил. Их работа, да? Их работа, да? Да. Их работа, работа. У меня очень большая коллекция этих художников. А потом, когда вот началась перестройка, ну, пришлось заниматься немножко бизнесом, привелись деньги, и я начал коллекционировать работы. Но, опять, здесь вот очень интересная стала дилемма, того, кого коллекционировать. Тех, кто уже ушел, очень сложно найти интересные работы, потому что я один раз был у коллекционера, который мне этот листочек показал полуразорванный. Это, говорит, зверев, зверев. И вы знаете, честно говоря, после этого у меня пропал всякий интерес к тому, чтобы коллекционировать людей, которые уже ушли, которые уже были разобраны, которые там уже находятся в музеях, там, в частных собраниях и так далее, за рубежом. И поэтому мне захотелось найти людей, которые действительно интересные, неординарные, еще живущие или недавно ушедшие. И, собственно говоря, я таких несколько человек нашел. И вот сейчас я, кстати говоря, стою перед дилеммой, чтобы, по крайней мере, одному из них сделать книгу. Ведь книгу делать, когда человек ушел, надо собирать, надо искать и так далее. Когда он есть, когда он живой, когда с ним можно говорить, обсуждать, обмениваться и так далее. Это очень интересно. Очень интересно. У меня тогда нет времени, а потом уже поздно. А потом поздно, да. Так вот, я сейчас с одним из своих интересов художников, это художник шестидесятник, это художник, который в шестидесятые годы, он не вступал, вот примерно, как вы сказали про Веру Песла. Вот он, примерно, как вы уже, он кончил строку на руку. У него были прекрасные учителя, он писал много, разные стили проходил, и от реализма, фабизма и прочие, прочие измы, он очень много это все попробовал. И нашел, собственно говоря, свой какой-то интересный путь, который вот он сейчас... Фамилия, это секрет, я тоже хотел сказать. Фамилия. Виталий Грибков. Не слышали? Ну, Веру Песток тоже, вот я хочу сказать, никто не слышал. Я знаю. Значит, ну, не только, у меня еще есть несколько подмосковных художников, тоже прекрасных. Я знаю. Все занимаются, все занимаются. Конечно. А вот обычный читатель, кто же знает? Обычный читатель и в это не надо. Кстати, он в свое время, это 60-е годы, он организовал группу интеллектуалов. Я знаю, я работы вспомнить не могу. Я фамилию знаю, точно. Да. И группа фикции, она объединяла и художников, и поэтов, и искусствоведов. Несколько человек было. И она где-то около 10 лет существовала, и они выпускали свою газету. Называлось «Метки по современной живописи». Там была своя философия, философия живописи, которые, так сказать, они в этих газетах, будем так говорить, в этих газетах как бы пропагандировали это все. И выпустили несколько номеров в течение, по-моему, десяти лет. И потом это все немножко затухло. Но могу сказать, что эти газеты приобрела архив Бренденская библиотека. Сейчас этому художнику сейчас восемьдесятся минуты. То есть он уже в том возрасте, когда он хочет что-то еще отдать, но уже не в виде. Работу он тоже делает. И очень интересная работа. Кстати говоря, его направление – это тоже обнаженная натура. Женщины и в виде графики, но больше живописи. Я, кстати, показывал его на многих выставках или на международном кинофестивале. Он много работал. Он еще, по всему прочему, киноман. Он много смотрит фильмов. И потом образы женщин, которые в этих фильмах. Даже не женщины, а актрисы. Там целая философия. Но я вас не буду долго... Давай, давай, давай.